Да, мы отступаем в обратную сторону, то есть мы шли в сторону Гренобля, сейчас идем назад, потому что не смогли выпарить там, не получилось. То есть, я так понимаю, хоть Клаус вот в этой береге хочет проскочить по ветру, там более-менее все адекватно, солнца много, там выпарить уже и посмотреть, что делать дальше. Все эти горки слева мы прошли, и на них ничего не нашли, не работают они, хотя оказалось, что должны работать. Видите, тут иногда планиризме приходится делать под конем, друзья, сейчас в данном случае вот это решение текущее для меня, оно абсолютно удивительно, потому что я бы, конечно, рубился там насмерть, где сзади мы остались, и уже с таким, следовал бы принятому решению, и спокойно бы долбил, долбил, пытался пробиться в сторону Гренобля. Ну, я вижу, что, доказывается, в такой ситуации может быть и другой путь. Сейчас идем под облака, прямо по курсу, судя по всему, будем что-то там брать. Ну, опять мы низко, опять 800 метров, а значит, друзья, метров 400 до рельефа, те пресловутые 300 скоро наступят, с которых запрещено выпаривание индусапием. Ну, и, в общем-то, всем очевидно, что оно не сильно целесообразно и здесь. То есть, будет очень тяжело выбраться, если мы будем ниже 300. И сейчас нам нужен прямо вот облака есть, и мы должны фактически безошибочно сейчас взять какой-нибудь поток, который сходит вот с этих полей внизу. Видно, там речка, там будет понижение. Вот на этом волне, на возвышенность справа, понижение снизу, вот сейчас где-то здесь должно долбануть. То есть, Клаус прямо правильно идет. Но я прямо чую, что где-то здесь должно быть. Мы вот зону такую около плюсовую проходим. Где-то должен быть поток энергии. Где-то, но где-то вот еще, еще, еще его нету. То есть, вот сзади что-то было, но оно такое, оно около нулевое, мы опять забудем ковыряться. Вот следующее облако большое. И вот дальше за ним огромная голубая дура, без всяких шансов наборов. То есть, если мы здесь не возьмем, то мы его развернемся и, может быть, пойдем вправо туда, в долинку, в низинку. Мне кажется, сейчас сжахнет. Да. Клаус почувал это фюзеляжем попой. И вот мы закрутили, да, вот примерно как вот. Ну, скажу так, что я чувствую, что здесь, ну, примерно здесь, вот. Неплохо жахнуло. То есть, сейчас где главное здесь вот это все взять. Мы сделали первый виток. На первом витке 0,1 метр в секунду. То есть, мы не потеряли высоту, но и не набрали. Надо чуть-чуть поверху, наверное, протянуть. Вот, смотрим. Жахнуло-то под жопу, то будь здоров. Ну, видите, как водится, жахнуло-то жахнуло. Но закрутить это жахнуло у нас не получилось. Ну, внизу солнечные электростанции. Не знаю, что это такое. Сораюшки какие-то, покрыты фотоэлектрическими панелями. Ну, у нас нолик. То есть, мы, слава богу, не идем вниз. Но, в общем-то, и вверх-то пока. Но здесь можно что сказать? Что в такой ситуации стоит сцепиться в ноль, дрифовать. Потому что к этому нулю вполне может произвиниться ядро снизу какое-нибудь. Там раз. Нолик дрифует. Это, по сути, же поток, который снизу идет. И вот он, наконец-то, отрывается и начинает разгоняться. Если мы находимся в центре этого бублика, то мы закручиваемся, закручиваемся вместе с ним. И начинаем подниматься вверх. Как это драматично выглядит на экране. Видите? Первый виточек, потом протяжка, потом сейчас еще. Ну, вот 0,4 метра в секунду. От момента начала работы мы набрали минус 5 метров. То есть высоту мы еще не набрали. Несмотря на то, что у нас был подъем, даже был спуск. То есть прибор показывает суммарный результат. Ну, почему-то так. Вот у меня бы потели руки и все остальное. Ну, видите, у Клауса, наверное, нервы-то, в общем-то, стальные. Как канаты. Знаете, сколько он в своей жизни выпаривал с таких высот? Работа мастера. Сейчас потихонечку выберемся. Я верю. Ну, а не выберемся, ничего страшного. Это значит просто, что мы перейдем на следующий уровень, на следующую игру. Вот так. Теперь вот, кстати, тактики, что делать с посадочными площадками. Вот сразу. Замерять-то машину мне, если придется. Если что, весь у нас мотор не запутается. Ну, вот есть поле. Вот это мне нравится большое, паханное. У него со стороны дороги подход с проводами. Это единственный минус. Вот это поле тоже, в принципе, подошло бы. Но не нравится мне тоже ничего. Ну, пока рано еще о полях думать. Я думаю, что все будет хорошо. Это, знаете, я вас больше пугаю, что... Аааа, что мы будем делать? Набрали, друзья, мы тысячу метров высоты. И ищем следующий поток. Потому что предыдущий у нас кончился. То есть, видите, у нас все так вот потеряли, набрали, потеряли, набрали, набрали, потеряли. То есть, потоки явно краткоживущие. То есть, он дает возможность выкарабкаться с низов. Но при этом не дает добрать до кромки. Видите, у нас кромка метров на 300 выше. А без этой кромки, вообще, у нас двигаться некуда. То есть, мы сейчас фактически к ближайшему источнику энергии. К ближайшему облаку идем. И все, больше делать особо нечего. В данном случае, мы отступаем потихонечку к аэродромам Венессон, опять же. И вот, видите, по центру долины идет такая линия, такой прептик. По идее, вот он дает какие-то шансы. Вот там, опять же, облако достаточно массивное. Вот под ним набрать. И потом по вот этой вот конистикой гряде двигаться. Уже туда, к массиву Верхор и так далее. То есть, я так понимаю, что и предначальный план был пройти вперед и обойти Верхор через Гренобль. Ну, сейчас, видите, все поменялось. Непростой полет. Реально он такой. Ух, как непростой. Этим он и интересен. То есть, для вас, наверное, видов вот этих заснеженных гор, конечно, нет. Но, поверьте, с точки зрения информативности, вот такая работа, она лично мне очень много дает. Сегодня, друзья, полет больше для меня, чем для вас. Для вас тоже чуть-чуть. Видео, как красиво. Вот вы видите, любуйтесь настоящим Провансом. Такой маленькой высоты. Благодаря нашим попыткам выпарить. Я надеюсь, нам сейчас повезет. Ну, так и не удалось нам, друзья, выбраться сзади. Высота опять наша пресловутая 800 метров, как вы видите. Мы опять скользим над высоте низкой, над долиной Роной. Опять ищем какой-нибудь пузырь, чтобы хоть сколько-то набрать. Чтобы иметь возможность все-таки как-то куда-то двигаться. Видите, вот облако над нами сейчас. К нему откуда-то должна идти энергия. И потом два облака слева. Это все вместе нам позволит сейчас иметь какой-то шанс на набор. Вот Плаус щупает потоп. Ну, 300 у нас сейчас на комплектных в деревьях, 250. Я думаю, не выше. Ну, взял он его для рукой мастера. Супер! Congradulation! Какая красота! Сразу с первой спирали почти два метра в секунду. Красота! Ну вот, когда, знаете, вот в этот момент, когда он входил в этот поток, фюзеляж вот такой энергии сжахнул. То есть, прям положительная перегрузочка. Чувствуется, как планера жевает его, тянет вверх. И как ты выходишь от этого мрачного, ну, не мрачного пейзажа, но вообще вот как-то так туда не хочется ниже. Ну, поля-то есть, конечно, там, для того, чтобы она не плюкнется. То есть, это всегда мы держим в голове, что у нас мотор, вероятность запуска мотора там 90 с чем-то процентов. Но не 100. Поэтому настоящий пилот никогда не летит так, типа, гиггей. Если что, у меня мотор. Он летит, и гиггей. Если что, у меня поляна вот тут. А от поляны я избавлюсь с помощью мотора. Ну, дальше опять ничего интересного. Посмотрим, сколько наберем мы в этом потоке. Самый драматизм опять закончился, друзья. На самом интересном месте. Я думаю, вы уже там, типа, когда же, когда же мотор запустят? Не, не дождетесь, надеемся. Друзья, наконец-то у нас уже 1200 метров. Набираем плотненько полтора метра. И, смотрите, так Клаус крутит, с каким креном этот поток. Он градусов держит. Вот, смотрите, сейчас вот хорошо можно будет видеть. Вот эти болты, они, видите, параллельно горизонту, диагональные. Это вот признак 45 градусов. И... Ну, такой нужен такой крен, чтобы даже сейчас больше градусов 60. Вот, смотрите, как он так показывает или... Вот так вот. Такой набор нужен просто, чтобы удержаться в этом потоке. Потому что поток узкий. Мы уже два раза пробовали и выпадали из этого потока. Поэтому приходится таким достаточно агрессивным методом его удерживать. Мы опять потеряли ядро. Сейчас Клаус чуть протянет, не берет. Ну, в общем, сейчас все будет видно. А я недавно снимал ролик про глубокую спираль. Ну, и там не успел рассказать, наверное, о... Я озвучил, как оно получается, почему оно получается. Но забыл сказать об опасности глубокой спирали. Самый большой. В том, что когда в нее сваливаешься, то есть вот этот привычный вывод ручки управления на себя, когда ты хочешь там нос поднять, не работает. И вот это вводит в некоторую панику. А опасность самой спирали, вот именно в быстро, в очень быстром нарастании скорости. То есть планер опускает нос и увеличивает крен. То есть вот этот момент с увеличением крена он нарастает тем больше, чем сам крен больше. И дальше это все с опусканием носа начинает нарастать скорость. Там она 180, 200 и так далее. И очень быстро доходит до скорости, за которой дальше лезет, нормальный полет невозможен. То есть планер уходит на зону, где просто возникает флатр, отваливаются крылья. При этом на длиннокрылых планерах такой эффект еще больше. Например, там есть Nibus 4DM планер, у которого разбах, по-моему, 26 метров. И он достигает вот этой скорости за 7 секунд. То есть вот начало глубокой спирали, вроде пилот что-то сделал не так, потом раз-раз-раз-раз-раз-раз, шпок уже вот такая дикая скорость. И можно так даже считать, что глубокой спирали даже опаснее стопора. Можно поймать сваливание, и дальше планер не переходит в штопор. Если он находится в штопоре, то, собственно, это не так страшно, воздушная скорость не увеличивается бесконечно. А на глубокой спирали она увеличивается. И еще есть такой момент на планировках открытого класса. Да, в принципе, на любых. Вот здесь у нас, допустим, вот он закрывок. Видите, да, он сейчас стоит в позиции 4. Сейчас можно было бы, конечно, переставить стройку. Так вот, на выпаривании он стоит у нас там на 5, на 6. И вот этот положительный закрылок, он на 20-метровом планере не критично. Там планер будет разгоняться. На высокой скорости он не сильно повредит. А вот планера открытого класса, они с положительным закрылком очень критично ведут себя уже на высокой скорости. То есть там ручку на себя, превышение по эксплуатационным ограничениям отваливаются крылья. Ну, я не знаю, как это на флатер влияет, кстати, положение закрылка. Но смысл в том, что даже в рекомендации по штопору на планерах открытого класса написано первым делом переставить закрылок, а потом выводить из штопор. То есть если вы свалились в штопор, первым делом закрылок, потом ручку от себя выводить из штопора. Ну вот, друзья, мы тут понабирали, понабирали. Видите, Клаус уже подходит к горной системе. И там у нас с левой стороны, если что, есть аэродром Агенессон, на который можно совершенно вполне официально приземлиться и абсолютно безопасно. Ну, понятно, что мы делать это не будем пока, но, по крайней мере, вот выходим на эту горную систему, где можем набрать высоту. И было несколько катастроф с планером. Ну вот как раз я вам говорил, Нимбус 4ДМ. На таком планере погиб мой друг Игорь Авдеев. Они взлетали с Василием Обуховым, с аэродрома Венон, и на 700 метрах, по-моему, свалились. Ну, да, тут вариантов 2 или в штопор, или вот как раз в глубокую спираль какую-нибудь, и у них отвалились крылья. Ну, оба погибли. При этом Игорь приглашал меня полетать на планере как раз. Я к нему постоянно ездил вместе с парапланом, останавливался у него дома. То есть мы дружили, я его, собственно, учил на параплане летать. И вот я смотрел как-то утром передачу, сидел там рядом с нашим парадромом, и вдруг новости по телевидению передают, что погибли планеристы в Альпах. И так я, мне это кольнуло что-то, но вот я не знал. Потом позвонил знакомым, говорю, он, это он. Поэтому опаснейшая штука, друзья. И вот тут очень хорошо, что это упражнение есть в учебном курсе. То есть нужно просто один раз это почувствовать, чтобы понять, что первое, что нужно сделать при глубокой спирали, вообще при вот этом вот положении планера в крене с опущенным носом вниз, нужно убрать крен. Ну, если это, конечно, не стопор. Но стопор настолько ярко вращает планер в штопоре, что вы не ошибетесь. Поэтому нужно просто покрутиться в штопоре и нужно просто попробовать в глубокую спираль. Тогда вы сможете определить, отличить одно от другого. В принципе, при нарастании скорости существует возможность выпустить воздушные тормоза. Но вам нужно понимать, что при этом ваш планер это выдерживает. То есть по руководству полетной эксплуатации он подразумевает выпуск воздушных тормозов до полной скорости. И второй момент, что при выпущенных тормозах там существует ограничение по перегрузке. То есть если сейчас мы там на планере, на пикировании можем жахнуть пятикратную перегрузку, то с выпущенными воздушными тормозами все меняется. То есть это уже конкретно, чтобы сейчас в ролике никому ничего не советовать дурацкого, я советую почитать реле и уже исходя из возможностей своего планера иметь такую вот в голове мысль, что нужно, может быть, можно там выпустить интерцепторы. Ну вот, друзья, как мы красиво двигаемся вдоль скал. Смотрите. Ну вот. Скарабкались на этот массивчик. Двигаемся, двигаемся по скалам. Красиво-прекрасиво. Ветер в левый борт. 8 км в час. Ни о чем. То есть как бы не за счет ветра мы, но склончик работал. Получилось это красиво. Ну, мы ушли с этого массива. Вот мы выкарабкались, выкарабкались такие с долины Рона, где вот там загнивали длительное время. Ну, представляете, вот так, чтобы вы понимали, это прошло около часа на все про все. Ну, и сейчас мы двигаемся. Прямо по курсу есть достаточно большое количество хороших облаков. Я думаю, что мы сейчас будем подниматься в Большие Альпы. Вон там снег висит. Лежит. Это как раз Веркор уже. Наверное, куда-нибудь туда и рванем. Я все искал, искал. А Бенессон, вот он, друзья. Вот он, аэродрома Бенессон. Даже два планера трейлера стоит. Нет, больше. Три. Один в лесу и два на поляне. Вот наш аэродромчик Бенессон. Работающий. Сейчас не работающий, но вот мы над ним сейчас пролетели. Он нас очень часто выручает, когда у нас грозы. То есть грозы иногда до сюда не доходят. О, у нас планер над нами. Вот, смотрите. Проплывает коллега наш. Идет туда, откуда мы вернулись. Какая красота. Высота у нас тысяча... ни о чем. Тысяча сто метров. Но я думаю, что вот впереди облачка. Мы как раз до них дотягиваемся. Там сможем подняться повыше немножко. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Друзья, мы ковыряемся. Добавил субтитры DimaTorzok 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 К zoo На форекс субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok им HungryTorzok Выкарабкивается Ветерочек, кстати, ему удачно дует Возможно, там и паточек стоит хороший Дай бог ему удачи Наша задача потихонечку выйти выше этого рельефа И двигается Куда-то вотath Déb kusa В сторону больших гор Весота побольше Щ doubше пока перед нами вот такая скала вот так несется когда я отнесусь ему не легче мне не так страшно представляете летит сейчас клалка дня а я видите ручку не держу вот она ручка как мне страшно должно быть ужас 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 я знаю что учитель огонь он-то знает что делает да красота видите как близне к объяву прошли ничего и есть мне не что мы можем даже проповедисту сгонять возможно возможно с какой-нибудь кочечки что ничего не снимем как ни странно должно было быть это горки то есть прям идеальные условия ветер прям куда надо все хорошо все вот прям сейчас здесь может быть эти долинка такая идет упирается в холмик был бы я потоком жил бы справа там сейчас жахнет и вправо вы закрутите ведь да 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 давай давай-давай эх эх сейчас видите на склон уже закручивать не знаю я бы вот еще подумал эти клоус смело так раз я бы пачканул закручивать на склон видите значит я еще мало знаю возможностях своего учителя ну то есть понятно что можно все правильно сделали хорошо это больше опять же как вы знаете уже нагнетаю но все равно то есть расстояние до склонна предельная то есть еще надо подумать стоит ли крутить тем более вроде как и сильно то энергии не было а с другой стороны не закрутишь не возьмешь сейчас можно есть вариантом про погребного так пройти немножко протянуть сейчас да сейчас сейчас это безопасно уже у нас ну и надо понимать что это все делается на скорости чуть ли не 130 запасом сейчас скорость поменьше то что мы от рельефа отвернули там 110-100 а когда мы повернем на рельеф лучше всего скорость побольше чтобы иметь возможность маневрировать никогда никто не летает сторону рельефа замкли какой-нибудь такой конфигурации на и расслабленных низкой скорости потому что чпунь ударила и все планер не управляется а вот да вот сейчас у нас подробь и приключения ведь у нас такая мощное падение было там никлаус ручку так достаточно лихо отдал от себя чтобы скомпенсировать вот этот вот нехороший бросок на даме облака хороший висит почему собственно здесь ковыряемся потому что где-то здесь должен сходиться поток поэтому мы болтаемся в надежде взять его а я визуально еще пара планилиста потом показываю скалы там отвернулся влево пока еще так и не выкарабкался выше склона то есть пара планилисту тоже пока не резон идти при по центру кадра хорошей кучки но тоже сейчас туда рванем придем не дай бог низко будет обидно с другой стороны здесь уже делать нечего сейчас интересно что клаус решит ну умничка решил про решил так как я идти вперед скорее всего брать вот под этими мощными кучевыми облаками будем надеяться что там что-то будет ветер нам в спину поэтому сейчас такой роторочек вылетели подходим к следующей стенке скорость с избытком чтобы эту стенку с запасом перевалить на ней не остаться опять же не небольшая касательно к стенке какая-то вышка сотовой связи по идее вот здесь могло бы быть я думаю что имеет быть будет ведь смысл по ребру пройти налево возможно так собственно и делают собственно вот и потом что здесь скажем так относительно классический все происходит опять же вот проблема с закруткой что со скоростью 120 достаточно сейчас вести нос опустить чуть-чуть разогнаться вот здесь можно себе позволить его час раз запас по высоте позволяет закрутить понимаете да что это все всегда может закончиться бам сейчас бак по башке например скорость резко падает все намного сложнее вот сейчас мы все-таки в несколько днях нарвались ветер с левой стороны сейчас мы немножечко дальше может быть нужно проскользнули упал протягивать против ветра достаточно кардинально он даже закрылась переставил что это проскользнуть опять закрывать на плюсе и щупаем 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 видите на день весь такой работать и щупать вот сейчас немножечко по рельефу вверх это тоже правильная позиция потому что поток чем выше тем может сильнее сходить если возможность есть высота уже под рельефом позволяет чуть-чуть скарабкаться повыше то можно и повыше скарабываться что-то проверить такая вот друзья это вася я айдан ноу такой вот непростой денек даже если пауз говорит что difficult значит полный юху гречи он птичка да ну и чё на этом парит нет папа 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 потом кардинально протягиваем вперед уже напрыгались идем вдоль склончика будем искать что-то повеселее вроде как вроде как вот она повеселее пробуем и как часто бывает клаус даже заворачивать не стал он почувствовал что не будет там не шиша двигаемся опять по этим кочкам то есть возвращаться наверно вот такая беда я ботва мы не возим по этим склонам и когда протрём в них дырку я вам включу камеру снова ну вот друзья как сказал клаус мы наконец-то поднимаемся над проблемами вот мы взяли наконец на этом склоне ерзали 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 и про ерзали ядро достаточно удачная вот она плотненькая подъемность больше двух метров мы поднимаемся над проблемами над этим вечным киселем вот этими наследием долины роны вот туда на горизонту где кромка существенно выше облака жирнее и так далее и тому подобное вот он наш поток звенящий который нас к этому вынес только что друзья нас посыпал осадками пошуршал нас снежочек вокруг ли дочек то есть это не не дождь а такие льдинки хотя нет вот дождь все-таки не льдинки вот он как выглядит об на видите вы не видите сейчас мы этого дважды я все нахаваемся так что так набор закончился мы со свободой двигаемся сторону как раз ровно нашего аэродрома поближе с намерением я так понимаю потом пути восточнее город там красивая погода намного более красиво нежели у нас сзади осталось мы двигаемся по наветренным склонам сейчас здесь главное где-нибудь еще чуть-чуть капнуть энергии проскочить перевал впереди вот облака над нами есть я думаю мы здесь цапнем эти сейчас кого ручку уже прям тянет на себя почуял почуял поток заранее об да имеется здесь в любом случае нолики а вот и поток чтобы не проскочить абсолютно красивые действия а по сейчас закрутит скорее всего ну да тут грех не закрутить сейчас немножечко здесь повыше выберемся на сзади уже нас поливала представляете так что первый капкап сегодня да погода конечно чрезвычайно интересная воды много и все весело что сейчас у нас начинается фаза от не подмокнуть ли нам немножечко как там говорят это жизнь-то налаживалась как плотненько идем вверх наконец-то опять настоящая боевая рок-н-ролльная погода вода конечно в этом киселе уже подустали мы что я что клаус вот как он сказал путь к свободе вот он путь к свободе 2 и 2 метра в секунду плотненько но высота в наконец-то два километра они вот эти тысяча сто тысяча шестьсот 800 метров всего прям вверх да ну тут-то намного лучше так-то намного лучше намного веселее увидите друзья так это зажрешься так вот пока да вообще всем еще вот столько и немерено потом раз тебя судьбинушка так макнет полетаешь поймешь вот это какая погода бывает сейчас халява сейчас кайф удовольствие ну что как сказал учитель мы в игре погнали вот уже так все повеселело набирать больше не надо наконец-то дельфина и прочее стуковина скорость как положено не тошнотворное там 120 конец зеленого сектора при этом с набором зацените так что ты пигачим я так понимаю что отрываем куда-нибудь на север большие горы сколько можно этого непонятного хардкора о а справа посмотрите дождик идет вот нашей долине солнечно но тоже видите вы сделать сейчас переразвитие осадки здесь сейчас будет плохо поэтому нам надо лететь куда-нибудь подальше где будет хорошо где будет поменьше осадков и осадков по идее по прогнозу было поменьше вот по центру кадра пик дебюр дальше за пик дебюром туда большие горы вроде там было по суше и можно было там летать до вечера и потом вечером вернуться домой что я надеюсь мы планируем сделать наконец-то уже больших горах хух ох хлебнули лихоньки вот и дождик идем по досадками со страшной скоростью хорошей погоде не экономим топлива парим 180 в этой чашке красивый сосуде бывают уже немножко поздновато так вот они живут летопадники такие слева и сосуде сейчас мы обойдем эту горочку ну так сейчас парим в минус пяти у клаута есть какой-то план веселый и славный потому что он жжет энергию топки скорости прям со страшной силой у нас уже опять 1700 метров да но наверное впереди что-то есть должно же быть что-то но облака мне не нравится друзья вот это вот прям классическая погода которую я не люблю ведь они такие вся космата дохлые то есть у них много очень облаков с невыраженными подошвами и расползшиеся разбрюзшиеся даже вот облака которые висят вот тоже видно что вот непонятно где у них зону сосудами таких капризные какие-то вот и стойкое ощущение что они вот-вот ну клау сейчас сделал свечку в принципе с левой стороны скала вот это вот очень часто на ней хороший поток стоит мы думаем сейчас кричок не рванем а может прямо рванем прямо стоит хорошее облако где-то здесь чем кругом белеет снегом пик дебюр очень красиво смотреть что делать дальше за маршрут красивый получился получится еще лучше слева должно на себя подсасывать как-то пока невнятно недавно брали очень сильный поток и сейчас брать что-то слабенькое я вижу что никакого настроения нету поэтому щупаем играемся ищем нет пока поклевок я надеюсь что впереди сейчас будет поклевка посмотрите прям классической ситуация склончик над ним облако но должно как-то с этого скончика что-то какое-то счастье сходить ну прям должно и все тем более это склончики рядом с нашим аэродромом до аэродром 14 километров мы тут все мели знаем естественно это склончик мы знаем с моим бывает сейчас мой раз пройдем будет самые друзья обидно и веселая если там нет ничего тогда будет да тогда пойдем дальше на гору наверно уль проверяем есть должно быть должно должно поклевочка какие-то невнятные но я думаю это они не то что мы ожидали но тут уже называется на безрыбье и придется брать это хотя бы чуть-чуть метров 100 набрать водокислятель и а может сейчас мы тут это дело немножечко обжуем и все будет хорошо увидите да вот вот она вот горочка все как учебнику ей полетели дальше и а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok